нанесение жидких и кремообразных тональных средств кистью это заключительное видео из серии о способах нанесения тона данный способ дает наиболее плотное покрытие он идеален для гримировки актеров телеведущих и моделей перед съемками и показами при выборе кисти необходимо учесть что искусственная кисть будет служить дольше она легче очищается от тонального средства и с ее помощью средства наносится экономичнее многие визажисты работают с жидкими и кремообразными тональными средствами именно искусственной кистью натуральные кисти не переносят частого мытья а мыть кисть необходимо после каждого использования поэтому она выйдет из строя гораздо быстрее чем искусственная кисть из-за пористости натуральных волосков расход наносимого средства при использовании натуральной кисти будет несколько больше чем при нанесении тона искусственной кистью но слой тона нанесенной натуральной кистью получается более ровным ворс кисти должен быть упругим размер и форма кисти целиком зависит от ваших предпочтений вам должно быть удобно с ее помощью наносить тональное средство но чем больше будет кисть тем больше будет расход тонального средства работа кистью предполагает наличие определенной сноровки для получения равномерно нанесенного тонального средства при необходимости поверхность наносимого слоя тонального средства можно выровнять пройдясь по ней легкими похлопывающими движениями влажным спонжем или кончиками пальцев и вы действует настройка Продолжение следует... При необходимости тональное средство наносится на веки, как в данном конкретном случае. Иногда его необходимо наносить на шею и область декольте. Обычно это делается, чтобы выровнять цвет кожи. После того, как средство полностью впитается в кожу, можно будет наносить кремообразные или жидкие корректоры румяной тени. Если вы, как и мы, используете сухие средства декоративной косметики, то для начала поверх тональной основы необходимо нанести тонкий слой пудры. Это позволит сухим румяным и теням наноситься ровно и легко растушевываться. Продолжение следует...